Я прекрасно понимаю, насколько это дико прозвучит для людей, живущих в Украине и воспитанных в европейских ценностях. Но Талибан, Аль-Каида и даже ИГИЛ действительно по душе очень многим жителям Ближнего Востока и Центральной Азии. И именно в этом кроется секрет молниеносных побед тех, кого принято считать террористами. При этом тот же Талибан поддерживают далеко не только оголтелые радикалы. Все несколько сложнее. В конце 20 века значительная часть планеты оказалась, скажем так, в полной растерянности. Социалистический лагерь с треском рухнул вслед за СССР. А капиталистическая демократия хоть убей отказывалась работать в краях, веками живших без выборов, свободной прессы и гражданского общества. Страны, в которых жили сотни миллионов, если не миллиарды людей, оказались в кризисе самоидентификации. Их правители не понимали, как им строить экономику. По книгам Карла Маркса, которые уже привели к краху Советского Союза. Или по трудам Адама Смита, в которых ничего не было о привычном для этих стран кумовстве, бакшише и прочих далеких от западного капитализма вещах. Идеологический кризис был еще страшнее экономического. Национализм, подхваченный арабскими и азиатскими лидерами в эпоху крушения колониальных империй, через несколько десятилетий выродился в местечковый авторитаризм. А на смену ярким лидерам середины века, вроде египетского президента Насера или создателя современного Пакистана Мохаммеда Джинны, пришли какие-то карикатурные деспоты, занятые почти исключительно самолюбованием. Сидя в своих роскошных виллах, огражденные от народа толпами охранников и царедворцев, правители теряли связь с людьми. Мировое устройство рушилось буквально на глазах. Как это часто бывает в эпоху перемен, выиграли от неопределенности самые радикальные консерваторы. Те, которые обещают вернуть государство и общество в воспетые в книгах и легендах времена наивысшего благополучия. Таких времен на самом деле могло никогда и не быть. Те же коммунисты, например, до сих пор пытаются продать на постсоветском пространстве абсолютно несоответствующие действительности представления о советском прошлом, как об эпохе беззаботной и изобильной. Но это не проблема. Главное говорить уверенно и на понятном людям языке. На Ближнем Востоке и в Центральной Азии самыми близкими к народу силами оказались исламисты. Те, кто верил в то, что корень всех проблем кроется в отказе государств от религий, как от основы государственной политики, вы заигрались в социализм, национализм и другие изобретения неверных иностранцев. Говорили те же талибы афганцам в начале 90-х годов. Из-за этого вы живете в нищете и постоянных страданиях. Дайте нам возможность построить государство на основе нашего понимания ислама и всем станут счастливы. Множество афганцев, разочаровавшихся как в просоветских властях Афганистана, так и в сменивших их политиках, ориентированных на США, тогда, в 90-е, поддержали талибов. Радикальные исламисты в то время казались афганцам достойной альтернативой и левым, и правым политикам, одинаково дискредитировавшим себя в глазах народа. Стоит помнить, что Афганистан почти весь 20-й век существовал в состоянии постоянных восстаний, революций, иностранных интервенций и внутренних междоусобиц. И ни одна из властей не принесла стране ни благополучия, ни хотя бы устойчивого мира. Талибы объясняли, Всевышний не помогает тем, кто забывает его заповеди. Мы вернем людям строгий божий закон, заставим вспомнить священное писание, а дальше небеса сами нам помогут. Конечно, власть талибов не принесла Афганистану процветания. Это были трудные и жестокие времена, часто куда более тяжелые, чем предшествовавшие им. Но сейчас большинство афганцев попросту не помнят те пять лет правления талибов с 1996 по 2001. Афганистан очень молодая страна. Львиная часть ее населения родилась или уже после крушения режима талибов, или застала его в совсем раннем детском возрасте. То есть весь рядовой и младший офицерский состав афганской армии просто не понимает, почему надо воевать против талибов. Эти люди появились на свет уже после того, как американские бомбардировки изгнали талибов в горы. И для них все рассказы о публичных казнях, закрытиях школ и пытках несогласных – это какие-то бабушкины страшные сказки, в которые не очень-то и верятся. А еще они не понимают, ради кого и чего должны проливать кровь. Неужели ради коррумпированных чиновников, которые понастроили себе дворцов в стиле пшенки и первыми же сбежали из страны? Понятно, что очень скоро солдаты и офицеры, сейчас так легко отдавшие талибам города и целые провинции, пожалеют об этом. Ведь через считанные дни начнутся массовые увольнения, чистки и поиски предателей. Но пока это не всем очевидно. Зато очевидно, что принятое еще Дональдом Трампом решение о выводе американских войск из Афганистана было ошибочным. Что 20 лет войны и триллионы вбуханных в нее долларов пошли прахом буквально за пару недель. Это очень серьезный удар по престижу американской внешней политики. И сейчас американцы опубликуют тысячи статей и сотни книг с разбором этого просчета. Наверняка среди них окажутся стоящие. Их только нужно будет выловить среди океана макулатуры. А еще стоит внимательно следить за действиями России. Эти персонажи уже перестали называть талибан террористической организацией. И сейчас учатся ходить перед бородатыми хозяевами Афганистана на задних лапках и клясться в вечной дружбе. А все дело в том, что предыдущие годы правления талибов отметились тесной их дружбой с российским кавказским подпольем. Тем самым, которого россияне боятся как огня. И ради того, чтобы это подполье не вернулось к активной борьбе, получив деньги и оружие из Афганистана, Кремль готов будет буквально облизывать талибов. Редактор субтитров А.Семкин